Сегодня следствием массовой информации распространили постановочное видео Комитета национальной безопасности, которое показывает, что некие семь человек обсуждают возможность их действия 20 ноября. И говорится о свержении власти силовым путем, путем применения различных зажигательных смесей, якобы будут применять и использовать снайперов и так далее. Конечно, это очень было смешно видеть, потому что люди сидят в некой убогой квартире и обсуждают такие серьезные планы, как будто за ними это вообще целая армия. Их КНБ снимает, прям видно, что это постановочное видео. Но я хотел по этому поводу сказать следующее. Дело в том, что мы опубликовали план мирного свержения этого режима, и он уже регулярно озвучивается мной лично в течение уже как минимум месяца. И, конечно же, этот режим очень сильно напуган и хочет представить этот план мирного свержения режима как некий экстремистский или другой характер действий. Я сразу хочу сказать, этот план, он является публичным. Существует масса ссылок, есть мои выступления. И любое отклонение от этого плана является, по сути, постановочным и организовывается именно силами КНБ. Хочу сразу предупредить, наш план, план мирного свержения режима, который предполагает переход на сторону народа, народа силовиков. И таким образом мы приходим к тому, что режим некому защищать. Вот, собственно, это простой план. Но это видео показывает, что власть сильно напугана, и они преследуют, показывая это видео, несколько целей. Первое, это попытка дискретировать наш план мирного свержения этого режима. Второе, в Казахстан приехал европейский комиссар или заместитель Еврокомиссии Боррель, и с его уст прозвучало о необходимости проведения международного расследования январских событий, когда были расстреляны тысячи людей. На что власть, понятно, заявляет, что тогда в январе был некий заговор, переговор, какие-то силы применили, незаконное оружие, стреляли по людям и так далее. Вот, что они хотят сказать. И сейчас это видео тоже направлено на то, чтобы убедить, что 20 ноября, что тоже некие силы, якобы возглавляемые Блязовом, готовят неконституционный переворот власти. Вот это первое, что они делают. Второе, сегодня во Франции проходил суд по убежищу, и таким образом казахские власти хотят повлиять на результаты судебного решения и пытаться представить меня как некого экстремиста, возглавляющего демократические выборы Казахстана и примыкающий, как по версии властей, движению Кущей. Хочу напомнить, что Европейский парламент, ряд международных организаций заявили, выпустили серию резолюций, в которых озвучено, что демократические выборы Казахстана и Кущей являются мирными оппозиционными движениями, политическими организациями. Поэтому власть такими действиями хочет представить, что на самом деле эти экстремистские организации, они мирные, хотят по сути дискредитировать резолюции Европейского парламента. Ну и еще я хотел бы сказать, что предполагается, что первый свой межгосударственный визит во Францию намеревается произвести Токаев, якобы об улучшении торговых отношений между Францией и Казахстаном. И очевидно, что Токаев свой визит направил именно первый во Францию, чтобы убедить президента Макрона выдать Мухтара Блязова, который по версии Токаева будет представлен как международный террорист, экстремист, который хочет свергнуть власть, он это не первый раз делает. И вот на эти цели направлены все действия, которые сегодня произвел Комитет национальной безопасности. Я хочу напомнить, что в декабре прошлого года Назарбаев через 10 лет после того, как произошли расстрелы в Жанавзене, вдруг вспомнил, что во всем виноват Блязов. Оказывается, он это организовал, все эти массовые беспорядки. В марте месяце этого года Комитет национальной безопасности заявлял о неких силах, которые готовили покушение на Токаева. В январе Токаев заявил о мифических 20 тысяч террористов, которые никто не может найти. Поэтому понятно, что все эти заявления, они все лживые, постановочные, и мы должны ясно понимать цели и задачи этого режима, который демонстрировал это видео. Спасибо.